болгарская сказка сначала научитесь однажды приказал царь позвать к себе во дворец хитрого петра тот немедленно появился и удивленно спросил зачем ты так рано позвал меня царь еще даже солнце не взошло а ты уже принес за работу царь был очень бледный перепуганный устал и всю ночь он не мог замкнуть глаз тяжелую думу не давали ему спать я позвал тебя петр чтобы ты добавил мне ума пожаловался царь есть моем царстве много сильных молодых вельмож которые хотят перехватить управление моим царством а помощники их брать очень опасно слишком уж они горячо горячие неопытные они на меня так дают что я потерял покой не знаю как спастись от них научи меня что делать я легко справлюсь с ними царь если ты дашь мне немного власти улыбнулся хитрый петр я их с первой встречи поставлю на место и они никогда больше не будут подавать голоса но ты должен дать мне власть я дам тебе все что ты пожелаешь радостно воскликнул царь только помоги мне хорошо ответил хитрый петр вели вызвать двенадцать из тех юных и горячих молодцов в твой дворец потом прикажи своим поварам наварить вкусных блюд и принеси лучшего вина я смотрю все в палаты и в меньшей узкой из них поставим большой стол и двенадцать стульев вокруг него еще пусть повара дадут двенадцать ложек с такими длинными черенками как виллах которыми сено перекидывают посмотришь как я их наставлю на разум царь сразу же приказал своим слугам делать все что скажет хитрый петр и было все сделано так как сказал хитрец повара приготовили вкусных блюд принесли хорошего вина хитрый петр выбрал самую узкую комнату приказал поставить в ней большой широкий стол и двенадцать стульев шесть с одной стороны и шесть другой напротив положили ложки длинными черенками как увел потом пригласили 12 молодых мужчин которые хотели управлять царством когда те пришли хитрый петр предложил им сесть на студии и сказал а теперь друзья чтобы вы могли разговаривать с царем у которого хотите забрать власть вам нужно хорошо поесть выпейте вина для смелости чтобы прямо сказать царю иди царь забери своих старых советников и министров и живите себе а мы управлять царством как нам хочется а молодые люди были большие сладкоежки они сразу же схватили за ложки но ни один из них не мог даже прикоснуться к пище длинные ручки мешали и гости толкали друг друга и ссорились хитрый петр тихонько позвал царя чтобы посмотрел на них замучную скважину а сам улыбался приговаривала я давайте ешьте ребята пейте в царской трапезной здесь всего немерено здесь все без счета как же нам есть дядя петр пожалуй с лакомки такими ложками разве что ребра друг другу ломать они как не из блюд еду брать это ребята все ваша молодость отрезал хитрый петр вы еще слишком молодые и зеленые даже поесть не можете самостоятельно нет уж воткликнул один хоть посадите сюда ваших старых советников они тоже останутся голодными да еще повыкалывают глаза этими палками раз вы так думаете сказал хитрый петр то встаньте за стола и смотрите я немедленно прикажу чтобы пришли сюда старые советники и министры молодые придворные стали и вышли из узкой комнаты давая дорогу старым советникам но чтобы они могли видеть как будут есть старые хитрый петр приказал парням подняться на балкон под потолком и оттуда набираться ума советники и министры уселись на стулья и взяли ложки сидевшие с одной стороны черпали еду с блюд у тех кто сидел напротив и подносили им в рот так они и кормили друг друга надо же они кормят друг друга в один голос воскликнули молодые буяны а вы как хотели уважаемые спросил улыбаясь хитрый петр только сами лопать идите в люди научитесь сначала кормить других а уже тогда приходите требует царство к управлению пристыженные молодые люди стали и ушли из царских палат а пожилые советники остались у царя а тут велел нагрузить хитрому петру на коня много подарков и золото а его самого послал ходить по миру и учить людей уму потому что царь понимал что такой сообразительный умный человек не может сидеть в заперти в царских хоромах и обучать только одного царя его должны видеть и слышать все а